Всем доброе утро. Сегодня всю ночь, вернее, со вчерашнего вечера шоу какой-то просто невеальный дождь, и сейчас уже все подсохло. Видите, немножко так. Есть следы, что был дождь, но уже, слава богу, можно даже без зонтиков прогуляться. Я встала пораньше, потому что я еду в Новый Барли. И да, вот он у меня перед глазами. Я видела фотки, очень-очень-очень хочется это увидеть вживую, потому что там очень красиво, и да, мне уже пора краситься, поэтому я решила, что нужно записаться в Новый Барли, и сразу с вами посмотрим, как здесь красиво. Так, Новый Барли у нас, смотрите, видите, вот вывеска, это Малевича, 48. Короче, давайте заходить. Я не знаю, где тут вход, сейчас будем искать. А вот, нормально, все понятно, вот. Барли, барли, барли! Здравствуйте! Та-дам! Кто здесь? Маша! Блин, очень-очень-очень красиво. Девочки, смотрите, свободно, просторно. Приходим, записываемся рядом со мной, вот, пожалуйста. Мне очень нравятся такие зеркала, так красиво смотрятся, и очень красивое дизайнерское решение. Видите, цветы, вернее, зелень. Просто обалденно смотрится. Давайте с другой стороны посмотрим. Мне кажется, что там тоже такое же. Да, здесь тоже так же. Класс. Обожаю дерево. Очень красиво. Так, здесь у нас рабочая зона, там моечки. Я даже еще не все посмотрела. Мне, кстати, принесли чай. Я буду пить чай, но без конфеток. Качелька! Класс! Кто, наверное, делает фотки. В общем, я буду здесь. Да, я думаю, уточню, можно ли садиться сюда. А то, мало ли, вдруг... Нет, все это катали туда. Проломили уже. Надо было больше пространства. Я думаю, надо было в центре. Да, в центре и раскачиваться. Прикольно. Да, хочется разгуляться, но там стена. Так, надо менять, надо менять. Надо посрединку делать точно. Будем все кататься. Сегодня мне будут волосики мои приводить в порядок. Вот это тут молодой человек. Его зовут Эмир. Вот это девчонки. Слушайте, ну классно. Кстати, вот Ирочка тут тоже работает. Все знакомые лица. Я думаю, это зеркало пейзажиста. Я ношу пробор и мусоргинский, и... Ну, последнее время больше не много. Ладно, хорошо, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, Эмир, расскажите, что у вас эта техника? Ну, мы сделали вам такую классную технику. Мы привезли ее из Краснодара. Это Эр-Нач. Это очень красивый воздух. Кстати, смотри, это крутой чувак. Сарбаш. Спасибо им. Спасибо. Это круто. Круто. Ну, я очень довольна. Мне нравится вот такое прямо... И что? Какая офигенная вообще. Да! Очень круто. Спасибо. 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 Сегодня уже решила посвятить все видео волосам и показать вам самые любимые средства на сегодняшний день по уходу за волосами. Это мои мастхевы. Это те средства, которые я вам очень рекомендую. И у меня вот есть 4 средства от бренда НОК. Я не знаю, я готова на них молиться. Они реально творят чудеса с моими волосами. Это кондиционер вот такой. И он идет для блондинок. Можете видеть, что он фиолетового цвета. То есть это такая линейка для блондинистых, окрашенных светлых волос. Я могу сказать, что кондиционер просто вот работает как маска. Он делает волосы очень-очень мягкими, очень увлажненными. Если у вас пересушенные... Я вот подружке своей, которые спалили волосы в салоне, посоветовала купить кондиционер. Ну, вообще, вот своим девчонкам я также советую эти средства, потому что они обалденные. В общем, он очень классно увлажняет. Даже если у вас сильно поврежденные волосы, прям супер. Я безумно довольна. Я наношу как масочку, там, держу 5 минут и потом смываю. Волосы легко расчесываются после этого кондиционера. И, в общем, вообще нет проблем. Потом серум, на который я тоже готова молиться. Во-первых, посмотрите, какая огромная бутылка. Здесь 100 миллилитров и расход минимальный. У меня вот вышло, ну, совсем немножечко. Видите, такое ощущение, что я им не пользовалась. На самом деле, я пользуюсь после каждого мытья. После того, как я уложила волосы, я обязательно наношу это средство. Оно обалденное. Оно очень вкусно пахнет конфетками. Очень сладенькое, но такое, знаете, неприторное, очень приятное. Ну и плюс, также защищает волосы, кончики увлажняет и дает блеск волосам. Безумно классная штука. Посмотрите, ее хватит тут на полжизни. Так что, очень советую, девчонки, особенно блондинкам. Прям очень-очень рекомендую. Еще два средства. Это вообще два бестселлера, которые меня тоже покорили. Если вы не встречали вот такого формата термозащиту, я вам рекомендую попробовать. Она идет вот в виде спрея, распылителя. То есть, это вот такой вот вариант. Видите? Вот. Как будто лак для волос. Но это термозащита. И она тоже безумно вкусно пахнет. Она очень легкая. Совершенно не утяжеляет волосы. Я вообще очень не люблю, когда на волосах чувствуются какие-то стайлинговые или уходовые средства. Мне надо, чтобы ничего не утяжеляло. И вот эти вот средства, они именно такие. Ну и для создания объема у корня. Я также, я уже вот, ну, наверное, миллион раз говорила о том, что я вообще не очень люблю там лаки для волос, пенки и тому подобное. Но когда мне хочется объем, я, во-первых, в восторге от дизайна, от дизайна этих средств. И это вот как раз пенка. Она тоже безумно вкусно пахнет. Она очень легкая. Она не липкая. Она не утяжеляет волосы. И она не чешется. То есть, кожа головы совершенно никак не страдает. Когда я хочу объем, то я наношу эту пенку. Тоже очень классная. Посмотрите, какая красота. Я вам очень советую. Эти средства, я за них ручаюсь. Они обалденные. Чем я мою голову? Мою голову я сейчас десерт эссенс заказываю на iHerb. Закончился у меня шампунь. Это натуральные шампуни. Закончился итальянский лимон. И я также использую вот такой вот яблочный. Яблоко и джинджер. Кстати, яблоко очень классно пенится. Если вот вы любите, чтобы все-таки пенился шампунь, то именно яблоко пенится очень хорошо. И еще два средства, которые мне тоже очень нравятся. Это ID Ирона Друзенко. Также мне нравится этот бренд с хорошими составами. Это тоже спрей для расчесывания волос. Очень круто распутывает. И волосы блестят после него просто как бешеный. Я не знаю, что сюда кладут, но обалденное средство. Также его используем. И вот такое вот маселка тоже. Видите, уже сколько использовала. Тепло тоже на кончике. Кстати, если вы не знаете, то масла для волос нужно использовать как завершающий этап. То есть нельзя ни в коем случае наносить перед теплообработкой. То есть если вы хотите посушить волосы феном, если вы хотите накрутить волосы или вытянуть утюжком, то вот эти вот средства, их нужно наносить уже после того, как вы все это сделали. Тогда ваши волосы не пострадают, ваши кончики. И вы сможете отрастить волосы. Чего я вам желаю, если вы этого очень хотите. На этом сегодня я заканчиваю видео. Надеюсь, что оно было для вас полезным. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok